Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 7 стихи Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам Они пошли, опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно И говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно Они говорят ему, никто нас не нанял Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите Толкование блаженного фефилакта Иисус есть Царство Небесное, и Он подобен человеку, ибо принял и образ наш Он есть и домовладыка, ибо владычествует над домом, то есть над церковью Сей-то домовладыка Христос и шел из недр отчих и нанимает делателей виноградник То есть для исполнения заповедей и исследования писаний Каждого из нас Он нанимает для возделывания виноградника То есть своей собственной души Но нанимает одного утром, то есть в юном возрасте Другого в третьем часу, то есть около двадцати пяти лет Иных в шестом и девятом часу, то есть лет тридцати от роду И вообще в мужеском возрасте А в единодесятом часу старцев Ибо многие и в старости уверовавшие получили спасение Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина Следует дальше Господь ищет делателей на Ниву свою Господь все делает в этом направлении руками людей Желающих сотрудничать с Ним Нужно постоянно молиться о таких архиереях, епископах в церкви Которые пережили рождение свыше У которых была встреча со Христом О тех, которые воистину крещены Духом Святым Которые любят Слово Божие И дело проповеди Его ставят на первое место Превыше всего Тогда они будут искать подобных служителей И на низшие должности А не держать возле себя людей по признаку личной преданности Если нет проповеди в каком-либо приходе Нет духовного рождения Архиерей должен бить тревогу и вникнуть Почему умирает вера в людях? Почему наступила демографическая катастрофа в духовном плане? Сегодня говорят только о физической беде с рождаемостью И из великих наций Русская нация сегодня быстрее всего исчезает с лица земли Православная церковь сегодня находится как бы в резервации Но уже не от безбожных властей А от невозрожденных епископов Невозрожденных, простите, епископов И это страшно Может случиться, что православная вера вообще исчезнет И останутся только единицы верных Евангелию Святые мужи об этом не раз говорили Комментарии закончились Что-то нанимать на работу Я видел в Америке был У Орлова Никита Феортистовича Жил Это русский человек Он жил в Китае По предкам своим Очень активный В его понятии патриот настоящий И вот он нанимал людей Нужно было готовили мы контейнер большой Вот как машина там 12 метров длиной Грузить там рис, муку Это 92-й год, июль месяц И он едет, а сам за рулем сидит Прекрасный шофер По-английски разговаривает Подъезжает и там много людей Я что, это говорит биржа труда Видно там, а кто это? Чиканус Это из Мексики, там Бразилии Молодые ребята Так лет 18, 20, 25 Он подъехал и с ними говорит Но они уже маленько понимают Их учат там английскому языку Что нужно грузить мешки Договариваться с ними Сколько заплатит В час платить Там 5 долларов А вот если хорошо будете работать По 6 заплачу Ну Они-то Он бритый Его не видно, что он верующий Теперь он митрополит Антоний Зарубежной церкви Которая не подчинилась Не вместе с Ларионом Не с Лавром была Отдельная юридикция И он им рассказывает Куда ехать Поедем Ему надо машину с собой Два человека всего взять Или три Я сижу там Добрать их Ну да, машина там Три человека Вот А вот бегает еще После этого Они по-своему говорят Показывают Какие у него мускулы Хорошие Я тоже могу работать Ну Ну и скажу, что Неплохо они работали И когда закончилось Он обещанное Уже дает не пять А шесть долларов За час Если они работали Пять часов Ну ясно дело Что ему это хорошо Там-то совсем еще нет Но Каждому он дает Еще и мешок рису Ну мешок не пятьдесят килограмм А там они Наверное по тридцать И они его Все взяли Один постоял С этим мешком И бросил А куда, говорит, я с ним Он был бы дома Там Дома родня А живут-то где-то там Видно, где-то На какой-то квартире Скученной Один-то вроде взял Вот как нанимают И как они работают Вот это вот А которые не наняты Я уже о тех думаю где-то Вот целый день посидел И никому не нужен А к вечеру Это кто будет нанимать Эта притча Она как бы не совсем Вписывается В житейский распорядок Ну в одиннадцатом часу Ты чего там нанимать Но и бывает такая нужда Временная Быстрая погрузка Кто-то отправляется Ну и работать там надо Будь здоров Они успевали Бегом Все бегом 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 Он только подгонял Большая нанятая машина Не его Контейнер Теперь это грузить будут На корабль И перевезти океан надо И это все Они готовили Для России Ну и многое Для Потеряевки Там Бочки были Свиному Большие До Потеряевки Не дошла Ни одна крупинка Милиция Разграбляла эти склады Куда было Взламывали Сторожей там Связывали Не убивали И все Растаскивали Но это время Беспредела было Сама милиция Участвовала Но что интересно Вот Трудились Я был в Жордан-Вилле И какие книги были Они даже еще Не были переплетены Ну Сама книга Переплетена Но без скорочек И вот Я много Оттуда Получил Жития Святых Книги Иконы Все дошли А кому Они нужны Иконы Икон много Я тогда Они цветные Вот эти Красивые Раздавал В тюрьме Работал Ну Как Сотрудничал Помогал И по камерам Раздавал Они везде Повешенные Были Вместо Голых Женщин Это Поэтому Быть Нанятым Это от нас Зависит В старости А почему Именно В старости Не так Ну ладно Я в старости Приду Это лукавство Их никто Не нанимал А ты Не хотел Идти То есть Они не слышали Тут еще Спрос Будет За это Тут Притч Это все Не охватывает А где ты Был В это время Нас Никто Не нанял Почему Не нанял Когда Других Наняли Ты Не хотел Ты Крутился А когда Старость Теперь Начинают Искать Вроде Уверовал А как Уверовал Умирает А рядом Дымится Пепельница Вот такое Дело Притчат Это еще Пояснение Хорошее Надо дать Наняли Иоанн Златоуз Говорит Так Ну неверие Было Но если В этом неверии Один Спас На суде Божьем Он главный Судья Будет Почему Другие Уверовали А ты Не Уверовал Тот же Самый Храм Один Храм Барнаули Был Открытый Покровский Собор Был А почему Ты Там Не Уверовал Ну вот Это Ко мне Относится Я там Учился В техникуме Был Храм И для меня Он как бы И не был Я молился Тайно На квартире Был Под одеялом Один Каждый раз Зашел Туда А что там Толкат Меня люди Я ничего Не понял Я вышел И у меня На душе Ничего Не осталось Ни проповеди Нет Ничего Посмотрел То есть Я один Из тех Которые Могли быть Наняты В первые Часы Вот Вышел В каком Говорит В третьем Часу Это Юрецкое Исчисление Это в 9 утра 6 часов Отнимает А последний Вышел В 11 Отними 6 Остается 5 То есть На 1 час Почему В 6 вечера По нашему Ну и по юрецкому Тоже 6 вечера Начинается Новый день Это нанятый Человек На 1 час На 1 час В 6 Начинается Уже Другой день Поэтому Всякие Сделки Все На завтра Не переносятся Сегодня Так что Вот эта Поправка Еще Нужна Значит Рабочий День Начинался В 9 Заканчивался В 5 Вот Мы еще Находим Интересное Свидетельство Времени Вот Трое Поправка Больше Встали Канун Богородицы Прочитали Но еще Нужно Прочитать Последование Называется К причастию Святых Животарящих Таин Господи После Это уже Когда в церкви Будем Прочитать После Причастия Перед Причастием Что Мы тоже Должны Прочитать Я не знаю Батюшка Говорил Об этом Нет Последование Мы вчера Читали Канун К причастию В церкви Последование Прочитано Ну вот Утреннее Наше Чтение Всегда Как Принято У нас Мы стоим 4.40 Помолились С поклонами Ну а потом Уже Считаем Изданное Толкование Блаженного Феофилакта По Евангелию Я как то Говорил Что необходимо И важнее Это читать Просто Евангелие С толкованием Какое важнее Конечно С толкованием А там Сидели Баптисты Так вы что Толкование Ставите Выше Евангелия Ой Ой Думаешь Ну как Толкование Выше Евангелия Когда тут Евангелие До одной Строчки Вы бы Сказали Что лучше Одно Евангелие Читать Или толкование Или читать Евангелие С толкованием Святых Отцов Толкование Там Евангелие-то. Если там бывает указание, но надо прочитать места. То есть они даже этого не понимают. Толкование лучше показать, какие они богословы, как они привязаны к Слову Божию. А тут ничего и нету. Читает и не разумеет. Я столько-то раз прочитал. Самые простые вопросы задаю по Евангелии. Ты сейчас читал, скажи, что это такое? Не знаю, ну... Ну, если знаешь, что... Сетель посеял, жатва кончина века. Жатва кончина века. Но прежде связал плевела. Ну, что такое? Я стою в ограде. Один проповедник стоит. Я к тому, что они верят тысячелетнее царство. Вначале пшеница вознесется на тысячу лет раньше, а потом плевела. А притча говорит наоборот. Сначала плевелы свяжите. Ну, у них перевернуто все, потому что они не церковь. Не церковь. У церкви наследие. Толкование святых отцов, канонных, соборов. У них ничего нет. Они начинают отсчет время с возникновения своей секты. А адвентисты седьмого дня пришли. Они начинают там вселенную уайт. И только своих там... Они никогда златоуста не тронут. Редкий случай. Это Ярл Николаевич Пести. Он употреблял там и златоуста, и Василия Великого. И всех. Ну, это такой широкого профиля христианин. И вот здесь нельзя кусаться. Маленькие уж кусаются. Видишь, приучатся кусаться. Сразу не разрешать ему. Нельзя так по носу его. Боловной какой. Вот. Чтобы понять это, я говорю, скажи, что такое поле? Ну, поле это церковь. Я говорю, поле есть мир. Толкование. Тире. Мир. Ну, я и говорю, что церковь. Мы стоим здесь. Это фамилия его Кроптя. Старший. Я говорю, написано, поле есть мир. Что-то весь мир есть. Верующий, неверующий. А у него толкование. Это не сходится. И он толкование, которое Господь дает в этой притче. Прямо, ну, сам Господь растолковывает. Поле есть мир. Жатва кончина века. Женецы суть ангела. Тут толковать уже не надо. Перетолковано. А у него вместо одного слова другое вылазит. Потому что так не годится. Я многое нахожу в православии, что не соответствует Писанию. Я открыто об этом говорю. Сектант, он как старовер. Он упертый и ни под каким видом. Никак. Самое-самое маленькое, простенькое. Он не может перешагнуть это. А если он перешагнул, это ему-то далеко показать. Ну, и вот тут подряд у вас неправильно здесь. И здесь толкование не сходится. А дальше показать, что это не церковь. И они тогда задумываются и переходят в святую православную церковь. Но православным-то нужно сказать. Слово православие с первого века идет. С апостольских правил. Я это выставлял, такой материал. Вот. Во всех соборах. Но православие-то не то, которое у вас сейчас. Ну, не было того, что вы гоняли за мощами. Одно трупопоклонство. Сплошное, смертное. Прямо новая канонизация. Там ничего этого нет у православных. Этого не было. Да, мощи чтили, мощи выкупали, мощи хоронили. Вот и все. А не то, что раскапывали, резали, кромсали, говорится. По частицам монтируют там в кресты. Изущество. Самое жуткое изущество. Шаманство. Поэтому православие, но слово-то сохранилось, а на самом деле ничего нет. Кривославие одно. Православие это целомудрие, любовь к слову Божию. А слово Божие даже в руках не имеют. Православие это надежда на Бога, а не на Попа. Батюшка благослови, а то не причастит. Батюшка благослови. Вот это благословение, слово, и причастие не на том месте стоят совершенно. Благословение должно совпадать с благословением Господним, и тогда оно имеет силу. А это, как Феофан Затворник говорит, священник или епископ говорит, я благословляю. А Бог говорит, я не благословляю. Ну и что будет утверждено-то? Малахи более строго говорит, я прокляну ваши благословения, и уже проклинаю. А вы не хотите этого взять. Священники никогда ту главу не считают, где говорится, что лютые волки, деяние 20 глава. Это лукавство. Надо все считать. И особенно где про нас православных говорится строго. Я вот посмотрел в Евангелие о Новом Завете четыре анафемы. Анафема тем, кто не любит Господа Бога. Анафема тем, кто говорит не то, что мы говорили апостолам. Да они все анафемы-то на православную в первую очередь. Ни Бога не знают, ни Христа, ни Евангелия, ничего не знают. Пришли, ушли, отстояли. На Русь принесли не евангельскую веру, а поповскую, монашескую, богослужение. И вот они стоят. Отстояли тысячу лет и пришли к полному развалу, к краху, к неверию. Вот это лжеправославие породило все секты. Мы за это ответственны. А сегодня ничего это не понимают. Ты хочешь узнать, узнай у старобрядцев. У них главное ни с кем не молиться. Ни с кем не молиться. Да он и не молится-то. Он просто стоит столбом. Ни с кем главное не молиться. Будешь с кем-то молиться, вот храм православный, не каньянский, зайдешь молиться, отлучен будешь. Не причащу. Причастием играет попы. Жутко. Ну и находятся такие последователи, они стражи исламской революции. Если узнает, кто-то заходил, молился, где-то был. Они поэтому, где-то даже бывают, даже у нас такие есть, закрываются, чтобы их не увидели, как огня боятся своих. Ну какая это вера? Это человеческие выдумки. И главные герои, это Максим Исповедник, Федор Студит. Они боролись с еретиками. С какими? Они ничего не понимают. Ну нельзя так натягивать. Вот стоит, вот у нас молимся. Верой считает Господа истинно животворящего. Мы считаем все поклоны. Даже Двуперсии некоторые молятся. Я с детства так приучен. Им это не надо. Не в этом дело. Не с ним, не под ним. Под ним должен быть. Рядом не идя, только сзади на два шага. Калагера. И это надо говорить, видеть. Это не вера. Это суеверие. Суеверие и злоба. А ты считаешь, можно. Можно где угодно и с кем угодно молиться, не участвуя в неправильных словах. Я у баптистов, и в это время они считают Отче наш. Я зашел, они говорят, помолимся. Я говорю, ну вы для нас православных еретики, нельзя молиться. Ну мы не будем ничего считать. Такой нашелся тоже сходный. Считают Отче наш. Ни слова не добавляют. Я тебе что должен сказать, не аминь. Это нас объединяет, когда мы по Слову Божию. Он будет читать молитву Василия Великого, или по молитву Слову, я скажу, не надо, потому что он еретик. Ну же явно не то. Когда он говорит, что нет никакой троицы, там, Иисус Христос не Бог, Иисус Христос обыкновенный человек, как мусульмане, он говорят, что он не умирал, а просто его взял Аллах и все. С этим я не могу согласиться. А если они не говорят ни о Христе, ничего, о всемогущий Господь, как ты благ, как ты сотворил человека, мусульманин молится, ничего там нет молитвы, аминь и я аминь скажу, потому что это моя молитва, моя, я согласен с ней. Вот и все. А то и мы, православные староверы, православие должно сходиться с тем, что было вначале, там, с апостолами. А говорит иное, да будет анафема ему. И мы, православные, если в общей массе взять, все почти четыре анафемы, мы под всеми ими анафемами. Более всего анафематство на православное. Да ты же православный. Ну а я этого не делаю, я выхожу из-под анафемы. Почему? Я не допускаю, чтобы вы говорили другое вопреки Слову Божию. Дальше, я люблю Господа, все стараюсь делать для прославления Его имя. Я просто люблю, не потому что надо. Вот надо высчитать это правило. Надо высчитать и отставь все дела и высчитай. И так нельзя. Батюшка сказал, а мы не слышали бы. Какая же это вера? Священник, я обязан являть покорность всему, что он говорит духовного, небесного, спасительного. Вот это я и нахожу в своем винограднике, когда трудиться. Я нанят был в 23 года. Как уж я там в винограднике был, что Бог определит. Я и сам себя не сажу, Павел говорит. Бог судья мне. Но я всегда старался слушать Его голос и все время возрастать духовно. И находя духовных людей, где бы они ни были, я всегда старался приблизиться к ним ближе. И искал обличающих. Вот это качество, которое меня отличает от других. Кому скажут замечания, они уже куда-то их выметают. И у меня не было этого ни разу. Если он меня обличил и сказал не так, то он не знает, кого нажил в моем лице. Липучку. Я ему буду писать, буду звонить, добиваться еще раз. Но еще что-то во мне видел не то. Самое главное. Я запишу. Теперь давай по частям. Ну, и гляжу, он ошибся, он не знал это. А где правильно, я сразу себе коррективу вношу. В дневник запишу. К этому возвращаться буду не раз. Напечатаю это. Другим дам знать, что вот в этом вопросе я был не прав. Ну, что не прав? Еще надо разобраться. Иногда злорациуют. Я о себе говорю что-то. А ты что, никогда не злился? Злился. О, вот видишь, злился ты. Ну, а что я злился-то? Сплю на балерине, вон там у меня сооружение трехэтажное. А у Виталия собака лает, спать не дают прям рядом. И она лает и лает на ветер, на звезды, на тучи. Я взял пруд, подошел ее, шартвал ее, в конуру загнал. Лег спать. Мне вставать 4.40, а он дрыхнет до 6. Собаку он не слышит, он в доме-то. А я сплю-то, она дощатая и открытая окошко. Озлился-то, озлился, но кого она, что? Дальше. Я говорю, я зануда. Я зануда. Слово-то зануда знаешь или что? У нас только отрицатель. Это значит, человек самая маленькая. Он все абсолютно доводит до конца. Я узнал, вот такому... Она работала на свекле. И ей заплатили меньше. Я разобрался. Да заплатили вдвое меньше. Ты почему в Агапию не идешь? Да я не знаю. Я к начальнику, председателю колхоза. Почему же не заплатил? Да она вышла вовремя. У нее куча свеклы. Не меньше, чем у других. То другое. Я за всякие мелочи хватался. Все-таки она получила деньги. То есть зануда я до конца довожу это дело. А не то, что зануда я теперь хожу, привязываюсь где-то. А ты сам сказал, ты зануда. Я не боюсь этого слова. Я знаю его значение. Это фанатик. Фанатик это хорошее слово. Экстремист. Хорошее слово. До совершенства доводящее свое дело. Фанатик готов умереть за свое дело. Какое? Слепой фанатик плохо. Он тогда как старобрядец. Старобрядцы это слепые фанатики. Видишь как? Я вот был в семье, в дому, в квартире у Мулы нынче. Ну я там и говорил его жене Самире Тагееве, что если бы сейчас вышли на кафедру и был диспут между вами, правоверными мусульманами и мусульманами, которые джихад совершают, идут, шахиды, то они, и в руках ничего не было, говорить только по Корану, по вашей священной книге. Они будут правы, а не вы. Ну я не шахид, но я вижу, что написано 5-я сура, 20-я аят. Почему вы ее обходите? Это она прямо призывает к убийству. Я еще нахожу еще три аята. Ну, убивать или не убивать? Да это вот надо прямо убивать, говорится. Убивать. И другого толкования-то нет. Я и толкование ваше знаю, которое есть. И их осуждать нельзя. Если отобрать у вас Коран, тогда вы правы, потому что вы тогда по совести делаете, надо мирно жить. Ну вот язычники. У них язычники должны быть уничтожены. Христиане, это книги, это люди писания. Это название-то нам шибко похвальное. Это писания-то у многих нет. Их можно оставлять жить, но чтобы они платили налог. Закят там или кто. Вот как. То есть, ну надо реально смотреть все, не себя там где-то выставлять. Вот мы утреннее чтение проходим, каждое утро читаем. И сколько тут открывается. То, что я говорю, даже это толкование нам не изданное в первый том. Даже читают, и дальше этого не идут. И даже мои комментарии есть. Их все время надо расширять. Чтобы конкретно на сегодняшний день. Вот понимать, даже это у меня кошки. Это я сделал с подушкой сидеть. У меня подушки-то свои естественные. Кости одни, мне больно сидеть. Я сделал. А они тоже заняли ее. Ну я уходил, уходил, и мне неудобно. Сегодня, говорю, давайте попало. А они тут же опять подошли. Это белая, это белая, это рыжая. Это мать, это дочь. Это внущенок растет. Видишь, как мы с ними даже и то поделили территорию. Я подвинулся все-таки, я сижу тут, и они хорошо. И так и в религиозных вопросах. Не преследовать, если он не злобный, не свирепый, как старая брядеца. А этих просто надо осаживать на месте. Им хвалить это вообще ничего нету. Полный развал. Писание не знают. Все неправильно. Везенеканьянин. Ну все на этих, на тычках. Беседовать с ними можно, если Господь поможет. А так нет. Это хуже шахидов. Я с мусульманами могу беседовать, а с этими нет. Это как православные попы. Упертые на свое смертное дело волочет и других. Еще немножко. Я глаза зажмуряю, мне от света неудобно. И кроме того, у меня глаз-то. Я его повредил, вот уже с весны. Ногтем задел, и попала инфекция. И каждое утро я его едва открываю. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 8 по 16 стихи. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградников управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11-го часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динари ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных». Толкование блаженного Феофилакта. «Вечер есть кончина века. При кончине все получают по динарию, то есть благодать Святого Духа, который обновляет человека по образу и соделывает его причастникам божеского естества». Видите, толкование какое-то. «Это один динарий, это одно место в раю. Это как раз благодать Духа, его доводит до совершенства». Более потрудились жившие до пришествия Христова, ибо тогда смерть еще не была разрушена. Дьявол не был сокрушен, и грех еще был жив. А мы по благодати Христовой, оправданные крещением, получаем силу побеждать своего врага, уже наперед низложенного и умершленного Христом. По первому толкованию, те, которые в юности уверовали и последовали Христу, понесли более труда, чем обратившиеся в старости. Ибо юноши в борьбе со страстями испытывают тяжесть от собственных движений, гнева и чувственного вожделения. А старые остаются спокойными. Однако же все удостаиваются одного дара – Святого Духа. Эта притча научает нас, что если кто и в старости покается, то сподобится Царству Небесного. Одно место, один динарий. «Праведникам уготованы столь многие и столь неизреченные блага, что они могли бы возбудить и зависть». Толкование закончилось. Вот, это житие Святого Варлама и Ада Сапа. И Асапа зовут его. Он-то царевич обратился, молодой был, и индийский царь, а потом обратился отец, а потом показано ему введение было, что ему уготовано и отцу, и он до того удивился, как же так, отец только покаялся, ничего не было, а я всю жизнь в пустыне подвязался одинаково. Он говорит, ты сейчас зависливый. Вот эта притча на деле была показана ему. Конечно, естественный вопрос. Главное то, что ты договорился, вот в чем суть. Если бы этого не было, что договорился один динарий, то тогда бы действительно, а почему ты одинаково платишь? Когда говорит, да я договорился. Вот так. Еще читать или достаточно? Достаточно, наверное, сегодня. Слава Богу. Слава Богу.